Привет, друзья! С вами Павел и это канал ППК. Сегодня у меня на обзоре универсальное зарядное устройство от фирмы X-Star. X-Star уже был на канале в виде универсального устройства для различной фототехники. Если обзор интересен, то он будет по ссылочке в описании и в подсказках. Собственно, предыстория этого обзора такова, что в одном из роликов о Легаса я увидел мельком этот зарядник. Он пару слов сказал о нем, но я его захотел, так как он позволяет заряжать почти все типы размеры батареек, то есть 2А, 3А, LR20, LR16 и тому подобное. Соответственно, я полез на AliExpress, чтобы найти это зарядное устройство и цена меня немножко ошарашила, так как у меня уже есть зарядное устройство от Panasonic для ини-лупов, для вспышек. Но все-таки хотелось именно вот такое умное, которое показывает, сколько зарядилось уже, показывает емкость текущую, то есть более, так сказать, продвинутую. Соответственно, я написал на почту X-Star, когда мне прислали первый зарядник, они ко мне сами обратились. Ну и, соответственно, я написал туда же, сказал, что я готов купить их зарядку со скидкой, сделать обзор и так далее, но мне любезно предоставили ее полностью бесплатно на обзор. Соответственно, никаких условий не было, то есть я могу говорить что угодно и, соответственно, использовать эту зарядку. Что же касается коробочки, то она вот такая небольшая, на задней стороне находятся основные характеристики, то есть у нас здесь поддержка Quick Charge 3.0, 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера. Ну и, соответственно, у нас тут 3 ампера на 1, 2 ампера на 2 батарейки и по 1 амперу на 4 батарейки, либо же по 0,5 ампер на 4 батарейки. Что касается комплектации, то у нас тут входит, соответственно, инструкция, в том числе и на русском языке. Также вот такой вот чехольчик и, собственно, само зарядное устройство. Достаточно крупное. Кстати, USB кабель в комплекте также входил. Здесь у нас Type-C. И что касается блока питания, то конкретно в этой комплектации блока питания нет. То есть нам нужно использовать либо свой блок питания, либо в моем случае, поскольку у меня уже есть устройство от X-Star, то есть от предыдущего зарядного устройства, у меня есть вот такой вот мощный блок питания, 15 вольт на 3 ампера, то есть 45-ваттный. Соответственно, его я использовал при зарядке этого устройства. Итак, давайте посмотрим на него поближе. Теперь давайте поближе посмотрим на это зарядное устройство и начнем с инструкции. Радует то, что нас китайцы не обделили и добавили русский язык, так как обычно у подобных устройств китайский и английский язык. А здесь же целая куча языков, польский, турецкий, испанский и тому подобное. Как мы видим, инструкция довольно маленькая, то есть на русском языке вот это все, что здесь есть. И все, что касается этого зарядного устройства, можно узнать именно тут. О его световых индикаторах, о его мощности, то есть название VC4SL, поддержка Quick Charge 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера. Соответственно, здесь мы можем видеть, какое напряжение мы можем подать на разные количество батарей. Ну и давайте перейдем к самой зарядке. Соответственно, корпус ее достаточно массивный, очень огромный за счет того, что она поддерживает большое количество типа размеров батарей. То есть у нас тут различные банки 25500, 26650, 32650, 17335. Ну и, соответственно, классические батареи, батарейки 4А, 3А, 2А, 1А, С, Д. То есть самое главное то, что эта зарядка может с помощью вот этих регулируемых креплений зафиксировать и заряжать батарейки самого большого типа формата Д. Как раз такие у меня используются в газовой колонке. Из Китая едут такие перезаряжаемые, они обычные. То есть мы видим, что они здесь подходят и две батареи можно за раз заряжать формата Д. Интерфейс подключения здесь USB Type-C. Соответственно, здесь у нас какие-то ребра похожие на радиатор. Ну и давайте подключим ее. Использовать я буду каблук с USB Type-C. Использовать я буду каблук X-Star USB Type-C, 45-ваттную зарядку. Но можно использовать и обычную зарядку на 5 В 1 А, но конечно рекомендуется какую-то мощную, более мощную зарядку использовать. Соответственно, подключаем зарядное устройство и у нас загорается экран, где мы сразу можем видеть, что нам предоставляет данное зарядное устройство. Итак, здесь мы видим основные индикаторы. Давайте попробуем вставить батарейку размера 2А. Правда, к сожалению, эти комплекты батарейки у меня заряжены. Это и не лупы PRO, и обычные. И соответственно, no-name, go-on формата 3А. И первое, что мы видим, то, что у нас определились типы батарей. Никель, металл, гидридные батареи, аккумуляторы. То есть у нас пошла зарядка, и мы сейчас видим, сколько прямо сейчас зарядила данная зарядка. То есть 1 мАч у нас емкость составила текущая. Также на кнопку MODE мы можем переключить и увидеть, получается, силу заряда 165 мАч, в час, что, конечно, немного. И сейчас мы видим внутреннее сопротивление этих аккумуляторов. У каждого оно свое. Также значением current мы можем изменить, по идее, силу тока заряда. 2 А, 1 А, 0,5 А, 0,25 А и 3 А. Странно, что здесь на все 4 указано значение, так как в инструкции написано, что 3 А можно только на один источник подать, так как не хватает мощности заряда. Но, возможно, здесь настолько мощная зарядка. У меня все-таки 45-ваттный каблук. И поэтому у нас здесь позволено такое использовать силу тока. Соответственно, по завершению зарядка автоматически отключится, перестанет заряжать, и будет значение full. Также будет показана текущая емкость, которую зарядила. Но, помимо этого, здесь можно реально вычислить емкость. Если включить соответствующий режим, то мы можем получить значение емкости. То есть, аккумулятор сначала зарядится до конца, потом разрядится до конца, и потом еще раз зарядится. И после этого мы уже увидим настоящую емкость. То есть, все это сделает сама зарядка без нашего участия. На дисплее мы будем видеть только ее емкость. Full и значение его емкости. То есть, в этом плане это классная штука, что здесь есть дисплей, и мы видим, как у нас идет зарядка. Соответственно, сейчас мы видим ампераж. Если верить этому значению, то он указан в районе 0,5 А. То есть, 0,5 А в час. И сила тока заряда у нас примерно 1,3 В на всех трех аккумуляторах. Соответственно, статус Charge красным горит на дисплее. Сейчас камеры я не вижу этого, но с трудом видно. Когда батарейка зарядится, будет гореть зеленым. То есть, это будет означать, что зарядка завершена, или режим хранения завершен, или режим вычисления объема мощности. То есть, что сказать. Зарядка достаточно неплохая. Я уже несколько раз заряжал аккумуляторы свои для вспышек, и не лупы. То есть, черные и не лупы про и обычные. Никаких проблем не заметил по скорости заряда. В целом, так же, как и панасониковская и не луповская зарядка, которую я покупал специально для этих панасоников. Но за тем исключением, что я могу видеть хотя бы примерную емкость заряда, скорость заряда. Но, не знаю, я всегда хотел себе зарядку с дисплеем. И вот теперь у меня такая появилась. Конечно, по размеру она не самая удобная в том плане, что огромная за универсальность приходится платить. Но зато мы можем заряжать, как я сказал, любого типа размера батарейки. То есть, и D-формата, и C-формата, и A, и 2А, и так далее. Также банки китайские. Как я сказал, список у этих банок достаточно большой. То есть, тут у нас... Вот мы видим целый список. То есть, сколько различных банок мы можем... Какого типа размера банки мы можем заряжать. То есть, целая куча. Одна зарядка для все. Я надеюсь, что люди будут к этому стремиться. А то у меня 50 зарядок для каждого устройства свое. В идеале, конечно, иметь одно-два универсальных, чтобы не иметь целый ящик зарядок. На Panasonic у меня 4 зарядки разных. Потому что разные камеры, разные мыльницы. На Nikon, как минимум, сейчас 4 зарядки. Потому что у меня, так сказать, всех поколений есть камеры. На Olympus своя зарядка. Ну и, соответственно, для аккумуляторов своя зарядка и так далее. В общем, вот такой небольшой ролик. Пишите, что думаете по поводу универсальных умных зарядных устройств. Стоит ли их брать? Есть ли смысл их рассматривать? Это зарядное устройство, конечно, не самое дешевое. Но за счет своей универсальности, я думаю, что оно стоит того. Так как за Panasonic зарядку, которая умеет заряжать только 2А и 3А, я отдал 2000 рублей года, наверное, 3 назад. То есть сейчас я не знаю, сколько она стоит. Но я думаю, что примерно столько же, сколько это же. Конечно, вам нужен для этой зарядки каблук, так как он не входит в комплект. Но, тем не менее, если у вас есть какой-то смартфон с поддержкой Quick Charge, то от него каблук как раз будет мощный. Ну или на худой конец обычный 5 В, 1 А, есть у всех. Ну на этом все, друзья. Вам, как всегда, спасибо за просмотр. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok